У главного офиса Почты России сегодня прошла акция протеста. Граждане выражали недовольство тем, что организация выдает займы почти под 3000% годовых. Почта России поспешила откреститься от четырехзначных ставок, заявив, что выступает только посредником между ООО «Мини-займ Эспресс» и его клиентами. Постараемся разобраться в этой теме с нашим гостем. На студии руководитель дирекции финансовых услуг Почты России Вячеслав Авдюков. Здравствуйте, Вячеслав. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, я сегодня видела, что Почта России уже обвинила тех людей, которые вышли протестовать в проплаченности. Уж не знаю, кто в госдеп пропласил или еще кто. Почему вы так считаете? Почему люди просто не могут возмутиться такими процентами? По нашему мнению, мы, наверное, имеем право так считать. Во-первых, камеры видеонаблюдения предприятия зафиксировали факт передачи денег ряду участников. Во-вторых, когда мы пытались разобраться в этих требованиях, мы, участники, не могли высказать свою гражданскую позицию. Вы вышли к ним? Да, соответственно, сотрудники Почты России вышли узнать, в чем гражданский протест, если он есть. Ну, кажется, понятно было, судя по лозунгам, которые там были написаны. Да, ну, совершенно верно. Но при этом сразу практически все разбежались, побросали плакаты, осталось три человека, один сказал, что... Ну, мы же знаем, с чем заканчиваются у нас обычно несанкционированные акции протеста. 15 суток, которые не прекращаются. Вполне понятно, почему люди могли испугаться. Никто не выразил своей гражданской позиции, что я там против того-то, вот, и никто не высказал вообще какой-нибудь внятный совершенно, в чем претензии они видят. Из чего мы понимаем, что эти участники этой несанкционированной акции, это были просто статисты. Ну, вы все равно понимаете, в чем претензии, ну, понятно, да? Вы можете это прокомментировать? Мне кажется, все знают, это давний скандал. Да, это давний скандал, даже удивительно, что мы считаем, что это элемент, вот, скажем, таких грязных пиар-технологий. И это главное, кто? Так чей, чей? Объясните, кому? Кто может противостоять Почте России? Это одна из самых крупных организаций в этой стране. Кто вам может противостоять? Да. Чьи это грязные пиар-технологии? Ну, скажем, мы, наша цель, наверное, качественная работа почты, а не проведение расследований, пусть этим занимается компетентно. Ну, расследованием занимаются, я так понимаю, уже федеральная служба по финансовым рынкам. Да, на самом деле, этому скандалу вы правильно ответили, что уже месяц, по-моему, уже неинтересно даже, потому что мы свою позицию четко выразили. Мы за доступность населения к различным финансовым услугам. То есть, если мини-займы являются, соответственно, законным продуктом, законной услугой, мы предоставляем через нашу сеть услуги различные с финансовым рынком. И кредиты, и кредитные карточки, и депозиты, и незаймы. И мы считаем, чем больше у нас будет партнеров в различных сегментах рынка, тем услуга будет конкурентнее. Но пока это не очень сильная конкуренция, да? Все-таки 3000% это... А какой конкуренции там? Ну, это вот такой продукт. Соответственно... Вы же, наверное, сами выбирали этих партнеров? Ну, или вам предложили совместные услуги, вы на них согласились? Неужели такой уважаемый институт, такой огромный институт, государственный институт, не проверил, под какие проценты вообще предлагаются эти мини-займы? Вы что имеете с этого? Ну, кроме вот репутационных сейчас ущербов. Не, на самом деле, действия микрофинансовых организаций в России дегламентируются законом. То есть, это мы не хотим даже оправдываться, потому что мы, наш партнер, это законопослушная организация. Проведенные проверки показали, что каких-то претензий существенных нет. И, кроме того, хотелось бы отметить, что сейчас, вот в связи с этим скандалом, к нам даже обращаются международные европейские микрофинансовые организации, которые, кстати, выдают подобные займы в Европе, в благополучной Европе. То есть, вы будете продолжать такое же сотрудничество? Мы даже хотим, скажем так, чтобы конкуренция среди наших партнеров, возможно, улучшила этот продукт, уменьшила ставки. Это хорошо, но вы все-таки не ответили на вопрос, кто может стоять за этими вот статистами, кто против Почты России-то пошел? Ну, я могу предполагать, что это те, кто не заинтересован в развитии микрофинансовых организаций по какой-то причине. Это какие-то крупные банки? Возможно. Но, опять же, мы не компетентный орган, чтобы проводить такое. А Почта России же сама вроде бы собиралась свою банковскую систему развивать? Ну, скажем, не развивать, обсуждается вопрос создания почтового банка. Да. Вот. Поэтому сейчас у нас нет банковской лицензии. Мы, как агент, можем работать и с банками, и с микрофинансовыми организациями, с страховыми компаниями. И чем мы занимаемся? Соответственно, накапливаем компетенции в этом вопросе. Но, опять же, поверьте мне, эти несколько сот займов, которые выдали на всю Россию в пяти регионах, это просто пилотный проект. Дальше мы посмотрим, мы проводим 6-9 месяцев по каждому продукту. Смотрим, стоит ли распространять. Ну, ведь мы же понимаем, что удар обычно направляют в уязвимое место. В данном случае мы сейчас говорим не о законности. Вы сами сказали, что всё законно, это подтвердила проверка. Здесь речь идёт даже, ну, будем в таких категориях говорить, о некой морали, ну, 3000%. Люди, мы знаем, у нас в стране многие просто-напросто неопытны. Они доверяют ничего, не узнав заранее, да, и, в общем-то, будучи неискушёнными в таких делах. Вот о чём, Витя Ильич Петрович, почему этот сюжет, даже если он проплачен, например, какими-то силами неведомыми, почему он отклик находит у людей? Вот это как-то вы можете прокомментировать? Тут, наверное, так, я бы всё-таки не считал население, что оно не разбирается вообще в условиях, не читает договора. Сейчас люди грамотные, на самом деле, и после всех кризисов... Представьте, бабушки всё равно остались неграмотными. И, конечно, для них как Сбербанк, так и Почта России – это залог всё-таки какой-то стабильности, государственности и так далее. Что здесь не обманут. И вот они попадают в надёжность. Ну, в данном случае мы осуществляем в рамках взаимодействия с микрофинансовой организацией две операции. Перевод денежных средств, перевод займа почтовым переводом мы тут отказать не можем, потому что мы федеральный почтовый оператор, соответственно, эту услугу обязаны оказывать любым организациям. И оформление там пакетов документов. Соответственно, мы, наоборот, призываем общество, призываем, набрали письмо в Государственную Думу, чтобы рассмотрели вопрос ограничения ставок. Потому что мы сами не можем не сотрудничать с кем. Сказать, у вас плохой продукт, у вас большие ставки, они работают на законных основаниях. Вот на каком основании Почта России возьмёт и скажет, мы с вами работать не будем. Я думаю, что это вызовет большие претензии регулирующих органов. Но регулирующие органы, насколько я понимаю, сейчас всё-таки проверяют эти микрофинансовые организации. Ещё посмотрим, что будет. Да, но сегодня никаких жалоб клиентов, скажем так, не зафиксировано. Поэтому сегодняшняя акция, даже из прошлого, потому что люди... Мы проводим, во-первых, организацию этого пилотного проекта в регионах, не в Москве. Соответственно, люди в Москве выразили такой протест, хотя не могли чётко, ещё раз повторюсь, выразить, в чём их гражданская позиция. Если идёт, как вы говорите, некая информационная даже война, вы будете подавать заявление в соответствующие органы, чтобы выяснили, кто послужил причиной всего этого? Не отрицаем такой возможности, потому что мы считаем, что вот эти вот акции, они из области, ну скажем так, грязных технологий пиар. Они характерны для рейдерских захваток. Представляете, во всём мире выходят люди, протестуют, и никто не обвиняет в грязных технологиях этих людей, если они готовы каким-то образом свои гражданские протесты проявить? Никто не мог выразить, в чём их гражданский протест, что я протестую против... Ну, есть люди, которые не умеют просто говорить. Ну, они как-то собрались, тут же появились люди с видеокамерами моментально, тут же наши камеры зафиксировали там передачу некоторым из них денег. Ну, то есть, ну, сшиты белыми нитками и даже... Ну, проводите разбирательство. Ну, мы, соответственно, не отрицаем такую возможность, потому что мы считаем, что если вот такие элементы, по сути, которые используются в рейдерстве, они недопустимы для национального... Как вы говорите о рейдерстве по отношению к почте России, это же, ну, как-то даже невозможно себе представить. Это технологии, которые обычно используются в рейдерстве, но они недопустимы, я согласен с вами, против национального почтового оператора, потому что, по сути, дестабилизируя работы Почты России, какие-то силы пытаются дестабилизировать, по сути, государственный институт серьёзный и, может быть, дестабилизировать ситуацию в России. Кому это надо? Очень странные силы. Спасибо большое. С нами в студии сегодня был руководитель дирекции финансовых услуг Почты России Вячеслав Авдюков.